Сегодня Свердловский областной суд ожидаемо длиннющим сроком заточения закончил процесс по делу, получившему неформальное название убийства у налоговой, по которому фигурант в своей шестой ходке на зону имел все шансы там и остаться до гробовой доски. Теперь же всего лишь в 51 год сможет выйти на свободу ныне 34-летний екатеринбуржец Сергей Космаков, официально признанный особо жестоким убийцей. Душегубство это случившееся исключительно на фоне безостановочного и преград незнающего бухания поимело место практически ровно день в день один год назад в тихом квартальчике по диагонали от здания администрации Кировского района Екатеринбурга. 11 февраля у 11-го дома по улице Тимирязева на пару с будущей жертвой по фамилии Шахворостов, который по возрасту ему почти в отцы годился, отчаянно искал место, где бы поуютнее распить невесть как добытое бухло. В итоге их настолько приспичило, что в поисках алко-интима в половине пятого вечера они попросту взломали железный гараж, сохранившийся во дворе Сталинки, в которой расположена налоговая инспекция по Кировскому району Екатеринбурга. Машины внутри не было, так что ничто не мешало этой сладкой парочке в этом укрытии от февральской непогоды как следует нажраться в лобовую. Когда собудельники достаточно захорошели, чтобы начинать ставить вопросы ребрами, Космаков, который был своего визави на 21 год моложе, зато уже пять раз судимым, припомнил, что тот ему как-то обещал материальное вспоможение. И где же оно, собственно? Мужчина его послал. Ну, он просил у него денег на дорогу, он обещал ему отдать его. Тот ему не дал, я позвал его нехорошими словами, все. Оскорбленный рецидивист схватился за лопату. Сначала Савковой огрел противника, тот упал. Алкаш выгреб из кармана алкаша телефон с предсказуемым названием «Алкотел». Несколько сигарет, зажигалку ценой 12 рублей и целых 370 наличными. Чем и похвастался мудрой маме, явившись домой около восьми вечера. Мудрая мама ответила, ну и дурак. После того, как оглушенная жертва очнулась, Космаков во избежание второго воскресенья приискал вторую лопату. На этот раз штыковую. Штыковая атака оказалась смертельной. На утро 12 февраля владелец безмашинного гаража обнаружил его вскрытым, а внутри чужой незнакомый труп. И в тот же следующий день полицейские выловили душегуба. Судили его за разбой и убийство с особой жестокостью, что открывало ему перспективы вплоть до пожизненных. Перед родными убиенного он извинился, мол, бес попутал, убивать не собирался. Заверил их, что постарается выплатить ущерб потерпевшему оцененные в 1300 рублей и другие назначенные суммы, после чего заслушал приговор 17 лет и 5 месяцев сидения в колонии строгого режима и еще 2 года ограничения свободы по освобождении. Продолжение следует...